Приветствую, друзья! Конечно же, большинство из вас прекрасно знает, что за праздник был вчера. Ну, тех, кто не знает, я им, конечно, напомню, но они вспомнят сразу же. Дело в том, что 1 октября – Всемирный день пожилых людей. Он отмечается с 1991 года по инициативе ООН. Собственно говоря, в этот день мы заботимся о здоровье пожилых людей, о том, чтобы им было хорошо, мы интересуемся их здоровьем, мы вообще думаем о том, ну, как им там. Ну, вчера же все позвонили своим пожилым родственникам. Тем не менее, о чем бы я хотел поговорить сегодня? Сегодня я хотел бы рассмотреть 12 основных способов, посредством которого пожилые люди могут следить за своим здоровьем, могут стареть комфортно, то есть могут сделать свою старость активной и осознанной. Поэтому, если вы не пожилые, вы просто мотаете на ус, но при этом вы срочно должны позвать, позвать прямо сейчас, позвать к экрану ваших пожилых родственников или обязательно отправить им ссылку. В любом случае написать комментарий, сказать, какие мы крутые, и поставить лайк, ну, точно надо. Итак, начинаем. 12 способов, как пожилому человеку следить за своим здоровьем. Способ первый, по актуальности, реально, самый первый, самый главный, поддерживать физическую активность. 30 минут физической активности в день, ну, минимум, минимальный 150 минут в неделю, то есть по 30 минут 5 дней, 2 дня можно пропустить. Тем не менее, 150 минут физической активности в неделю, ребят, ну, это совсем немного. Найдите в себе силы, оторвите попу от дивана, вперед на свежий воздух, нет сил на свежий воздух, ходим кругами по квартире, используем велодорожки. Поддерживайте социальную активность. Огромное количество исследований, которые говорят о том, что если у человека большое количество друзей, знакомых, большой круг общения, общения по интересам, то у такого человека однозначно реже риски инфарктов, инсультов, сосудистых катастроф, лишнего веса, гипертерической болезни и так далее, и так далее, и так далее. Короче говоря, жить среди людей, это очень полезно, чтобы жить здорово. Третье направление – здоровая, сбалансированная диета. У нас отдельно есть видео про самые полезные диеты и видео про то, как надо питаться пожилым людям. Особое внимание, все без исключения рекомендаций, обращают внимание на клетчатку и на цельнозерновой хлеб. Вот это очень специфические нюансы, на которых хочется обратить внимание. Четвертое направление – профосмотры. Следите за своим здоровьем. Регулярно посещайте врачей. Контролируйте, мы про это вам уже рассказывали, уровень глюкозы крови. Контролируйте ваш вес, контролируйте артериальное давление. Особое внимание, обращаю внимание, это очень важно, регулярно проверяйте зрение и слух. Далее. Принимайте лекарства, которые вам назначили. Придите, в конце концов, к пониманию, что долголетие в 21 веке – это все-таки технология. И между вами и долголетием, как правило, стоит современная медицина. И лекарства, которые вам дают для лечения артериального давления, например, это не лекарства, которые надо пить через день или попить месяц и отменить. Если вы хотите жить долго, то, как правило, то, что вам в пожилом возрасте назначают, это пожизненное лечение. И хочется вам пожелать, иметь возможность много-много лет пить эти замечательные таблетки. Кстати, обращаю внимание на то, что именно пожилые люди, пожилые люди не должны испытывать дефицита витамина D. Это важно. Не должны испытывать дефицита кальция. Это очень-очень важно. Особо хочется обратить внимание на то, что если в рационе питания мало белков животного происхождения, то надо обратить внимание на витамин B12 и железо. Это очень-очень важно. Продолжаем. 6 и 7 очевидные вещи. Ограничиваем употребление алкоголя и бросаем, ну, в конце концов, хоть когда-нибудь, ну, хоть в пожилом возрасте, наверное, уже пора. Давайте все-таки бросим курить. Далее. Обращаем внимание на качество сна. Сон очень важен. От 7 до 8 часов сна для пожилого человека, для человека после 65 лет. Это базовая жизненная потребность. 7-8 часов сна. Обязательно есть проблемы. Смотрим наше видео. Правила гигиены, конечно же, но особое внимание на гигиену полости рта. Чистим зубы как минимум два раза в день. Используем мягкие зубные щетки. Используем фтор, содержащие зубные пасты. 10. Если есть с кем и есть желание, но не получается, не миримся с этим и обращаемся к врачу, потому что в 21 веке врачи могут помочь решить любые, практически любые ваши сексуальные проблемы. То есть, если есть проблемы с реализацией вашей сексуальной функции, врачи могут помочь. Еще раз обращаю внимание, если есть желание и есть с кем, не миритесь с тем, что у вас не получается. Всегда можно помочь. Тренируйте мозги, тренируйте ум, логические задачи, изучайте языки, решайте кроссфорды. Короче говоря, продолжайте думать, решать, принимать решения и делать правильный вывод. Ну и, наконец, двенадцатое. Оставайтесь оптимистами. Оставайтесь оптимистами. Думайте о хорошем. Избегайте общения с теми, кто портит вам жизнь и настроение. Не смотрите телепрограммы, после которых вам плохо. Не слушайте людей, которые говорят гадости. Заблокируйте в социальных сетях все те источники информации, после которых вам плохо. Общайтесь с людьми, с которыми вам радостно, которые повышают вам настроение. Это базовые 12 правил. Ну и, тем не менее, все-таки не хотелось бы, конечно, на этой ноте завершать наше видео, но я просто обязан обратить внимание на то, что есть все-таки базовые предупреждающие знаки, предупреждающие симптомы, когда вы не планируете на будущее, там, на через месяц визит к врачу, а обращаетесь к врачу незамедлительно. Когда? Да. Когда имеет место быстрая потеря веса, когда есть резкая слабость или головокружение, когда есть потеря, внезапная потеря или нечеткость зрения, когда возникает давление, там, или боль в области груди, когда есть одышка, когда имеют место покалывание или онемение на одной стороне тела, когда есть проблемы с равновесием и координацией, если есть трудности с речью и глотанием, если есть непонятное, необъяснимое, повышенное потоотделение, если есть раны, которые длительно не заживают. И очень хочется пожелать, чтобы вот этих вот тревожных симптомов у вас не было как можно дольше. А для этого вот те самые 12 способов контроля своего здоровья. Долголетия вам. Всего доброго. С праздником. Будьте оптимистами и делайте правильные выводы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова